Ромни-ка все встали, мы с вами еще не поздоровались, потому что первый урок у вас приспособления была. Всем здравствуйте, зайдите в спинку. И начнем с вами. Идти мы с делом на заседание. Дальше, убери, пожалуйста, что-то на тебе. Не положи, а куда-то на тебя. Ручки положи, они пока не нужны. Дальше то же самое. Все пока смотрят на флот. Позвольте, наверное. Все. Итак, мы с вами начнем группы тематики. Посмотрите на доску и скажите, что же здесь написано. Ань, дроби. Дроби. А ты как говоришь? Дроби. Дроби, да? А давайте попробуем их назвать. Как же дроби написано? Пожалуйста. Четыре-шестые. Десять. Семь пятых. Латошка. Одно пятых. Женя. Четыре-десятых. Хорошо. Три-сединка. Приседина. Прекрасно. А теперь посмотрите, ребята, вы думаете на эти дроби. Скажите, кто-то, вот один из вас, Федя, кто хочет на эти дроби. Желающих много, да? Так, ну дай мне, пожалуйста, в этих дроби. Одной чертой проведи, пожалуйста. Подчеркни дроби, которые правильные, а двумя неправильные. И называй, какие дроби. Четыре-шестых, это правильные дроби. Семь девятых, это тоже правильные дроби. Три-сединка, это правильные дроби. Пять пятых, это неправильные дроби. Одна пятых, это неправильные дроби. Четыре вторых, это неправильные дроби. Итак, давайте мы оценим работу Дани. Прямо, стоите сюда, пожалуйста. Итак, пожалуйста, Никита что скажет? Он подчеркнует, как неправильный дробь, одну пятую. Но одна пятая – это правильная дробь. Потому что числитель всегда меньше знаменателя, поэтому она правильная. То есть мы говорим про эту дробь, да? Вот одна пятая где. Прекрасно. Что Лиза скажет? Ты тоже согласна с Никитой, да? Что Лиза скажет? Он все правильно подчеркнул. Но одна пятая – это правильная дробь, потому что числитель должен всегда меньше знаменателя. Меньше знаменателя. Дани, скажи, пожалуйста, согласен с учениками, как мы тебе сказали, да? Лиза, да, кто еще? Никита. Согласен, да? Теперь понимаешь, что вот эта дробь какая будет? Правильная. Давай мы подчеркнем. Это одной чертой. Хорошо. Садись. А теперь посмотрите, ребята, мы уже сказали. Оказывается, правильная дробь – это какая дробь, Латош? Правильная дробь – это дробь, в которой числитель всегда меньше знаменателя. Меньше знаменателя. Все согласны, да? Есть кто-то не согласен с теми, кто отвечал? Прекрасно. А теперь посмотрите внимательно на эти дроби и скажите, есть дроби, которые меньше единицы? Да. Пожалуйста, первая. Четыре шестых, а на пятые три седьмых, семь девятых, эти дроби меньше единицы. Все равные дроби, они всегда меньше единицы. Да, меньше единицы. Все согласны? Есть кто-то не согласен? Прекрасно. А теперь скажите, пожалуйста, есть дроби, которые равны единице? Все. Да, здесь пять пятых. Пять пятых. А почему пять пятых равны единице? Как думаете, Илюша? Потому что если пять разделим на пять, то получится один. Получится один. Давайте я напишу. Смотрите, если мы пять разделим на пять, то будет единица, как вы сказали, да? Прекрасно. Еще есть? Алло. Все дроби с одинаковыми знаменателем и числителем, они все время будут равны единице. Кто согласен с этим? Все, Влад? А почему, ребята, всегда равны единице? Алёна, как сказала, Анна? Если это же число разделить на это же число, то очень единицы. Очень единицы, конечно. Алёна, как сказала, числители и знаменатель должны быть... Каким формам? Одинаковые. Они равны, одинаковые, конечно. Тогда получим единицу. А скажите, пожалуйста, а есть дроби, которые больше единицы? Четыре-двенадцать. А почему больше? Потому что целая единица. Потому что четырнадцать больше, чем два. Больше, чем два. Это, во-первых, какая дробь? Это неправильная. А что можно сделать, ребята, когда мы на уроке русского языка работаем, да? Допустили ошибку. Подбираем проверочные слова, чтобы правильно написать. Какая безударная гласная, да? А что он должен сделать с этой дробью, чтобы она стала правильной? Поменять местами. Поменять местами. Да. А как вы должны? Чтобы числитель стал меньше заминатель. А как мы должны сделать, чтобы заминатель? То есть числитель стал меньше. Пожалуйста. Поменять местами числитель раздаваем. Поменять местами. А давайте мы с вами тогда вот так сделаем. Тогда как будет? Две четырнадцать. А так можно, ребята, поменять местами? Ну что, это одинаковые будут? Посмотрите, не мальчина. Нет. Нет. А почему же это за это поменять местами? Что скажет Даня? Четыре вторых. Это неправильная, но две четырнадцать, это правильная. Это правильная. Четырнадцать вторых. Посмотрите внимательно. Скажите, пожалуйста, как называется число четырнадцать, Гриш? Ну, это числитель. Хорошо. А два? Знаменатель. Это знаменатель. А как по-другому называются эти числа? Вспоминайте. Четырнадцать. Это что такое? Делитель. А два? Делитель. Делитель. А что же мы должны найти? А вот это черта. Что же обозначает? Полинечка. Деление. Полин, попробуй разделить четырнадцать на два. Сколько получим? Семь. Семь получим. Получили, ребята? Какое число? Семь. Семь. Посмотрите, мы неправильную дробь выразили в какую? Правильную. И тогда получится сколько? Семь. Семь получится, конечно. Получились семь. Так, прекрасно. Вы здесь справились, нашли все правильные и неправильные дроби. Что еще мы с вами находили? Платушку. Семь. Семь. А у меня такой вопрос. А если будет дробь пятнадцать вторых, может, не разъемная? Пятнадцать вторых. Это будет тогда дробь десятичная. И где-то вы, наверное, в седьмом классе вы это пройдете. Если хочешь, я тебе потом отдельно расскажу, как это проходится. Хорошо? То есть я, то есть как это делается? Четырнадцать. Если другое, это понятно. Когда четырнадцать делится на два. Когда не делится, то кто из вас может скажется, что семь даже пятидесятых может получиться, да? Это когда мы пишем вот так, например, семь целых, целый же мы найдем. А этот урок будет чуть-чуть впереди, Платуш. Но я тебе скажу, если ты как сказал, пятнадцать вторых. Можешь показать, как это делается? Нет, да? Не рискнуешь. Смотрите, пятнадцать вы сказали, это какое число? Как называется? Еще как называется? Деримая. Деримая, делитель. Помните, мы с вами делили пятнадцать, разделить на два. Вспоминайте, что получили? Семь и остаток один. Как же это записать? Где-то купили. Иди запиши, пожалуйста. Молодец. Расскажи всем, пожалуйста, почему такое число было? Потому что семь целых, у нас еще осталась одна часть из двух. И если было две части, то получилось бы восемь. А так семь. Одна вторая. Одна вторая. Вот Аня что скажет? Одна вторая, это половина. Это половина. Еще по-другому записываем. Семь целых. Вот так запятую можно поставить. И пять десятых. И пять десятых, да? И вот так даже можно поставить. И это немножечко будет, ребята, в старших классах. Но в классе, наверное, седьмом. Молодцы, хорошие вопросы задаете. А как Аль Михайлович может ответить на них? А теперь посмотрите, ребята, на эту ристворочку. Мы с вами должны сравнить дроби. Уживающих сколько, да? Угу. Кто же хочет вредить? Вадим, пожалуйста. Возьми меня и сравниваем. Попробуем. А мы проверяем, как Вадим работает. Три восьмых и семь восьмых. Поставим знак меньше. Поставим. Три восьмых процентов. Три восьмых и тридцать пять сорок. Они равны, потому что тридцать пять процентов это тридцать пять сорок. Шестнадцать, двадцать четвертых. Шестнадцать и семнадцатых. Мы поставим знак меньше. Попробуем. Меньше. Один или пять девятых. Мы поставим знак больше. Потому что единица это самая большая часть. А пять девятых это только часть единицы. Семь седьмых и двенадцать двенадцатых. Не поставим. Нельзя сразу. Оставим. Оставим. Если вы не можете, пожалуйста, не разговаривать. Двадцать пять сорок шестых. ash ED. 25 nummmm. Поставь любой знак, который ты считаешь нужный. То есть подойдет, вот так поставим. А теперь давайте посмотрим, внимательно говори в стороночку, отойди, пожалуйста, и посмотрим, все ли правильно, кроме вот этой львови, сравнивая, что вы можете сказать.